всем приветики с вами владимир вольский и анна мы сегодня выдвинулись на новую прогулку в аркадию и соответственно затарились продуктами в сельпо здесь всякие салатики и так далее и вот двигаемся вдаль по эскалатору чтобы насладиться отличным солнечным февральским днем вот так выглядит площадь перед новоаркадийской аллеей это мы пробрались в район аркадия это самый такой большой здесь туристический район в которой любят всякие турки иностранцы приезжать прямо это мека но вот на новоаркадийской аллее и в принципе райончик облагородили и здесь можно добраться и на такси на маршрутке но мы как обычно на такси ездим средняя сейчас цена чтобы проехать по центру где-то 60 где-то гривен но я с другого района где-то можно за 70 договориться с таксистом и с черемушек так что мы с анной разъезжаем на такси пока позволяют нам финансы такси в украине не очень дорого хотя заметили интересный момент таксисты в этим через приложение заказываем выставляем цену например 60 они ставят 90 а вот эту цену 60 мы берем из приложения которое уже оценивает поездку например оценила на 70 мы поставили 60 ну вот и таксист предлагает 90 и иногда бывает что никто и не берется даже за ту цену что приложение выставляет поэтому приходится через другое где точно должна взять машину вот такая странная схема видимо таксисты бастуют не хотят работать по минимальным ценам вот и мы с анной поэтому ездим то так то так то одно одно приложение где сам выставляешь цену то на другом где приложение уже заранее говорит так выглядит февроле новоаркадийская аллея снега нет немножко ветер поднялся так далее и мы как раз постарались пока еще солнце я сейчас пройдем пару десятков метров и доберемся до солнечной части на удивление только что поднялся сильный ветер как-то все это странно так вот в одессе у нас сейчас хорошо феврале прогуляться мы с радостью выбрались до этого все было серое и печально а здесь надо был каток его вот уже демонтируют а в прошлой серии наверняка вы посмотрели уже про наш дачный детективный квест напишите обязательно в комментариях что поэтому все думаете как лучше обезопасить дачу что можно сделать еще что вообще там происходит по вашему мнению как сделать чтобы воровства не было как вы делали на своих дачах если у вас есть дачи например чтобы не воровали древесину всякую с участка и вещи что вообще предлагаете было бы интересно услышать ваше мнение конечно же я пытаюсь она тоже захватить в кадр она желтенькая такая я черненький к с контрастно мы так смотримся по анна и я с хорошим настроением вот смотрите а здесь аквапарк тоже новый вход ему построили и летом он будет сшибать всех туристов сюда из них бабки соответственно мы еще ни разу здесь не были боимся от подошвенной бородавки какой-нибудь у меня уже была такая штука вырезала и не хочется снова именно после аквапарков видите как в стиле аладдина сделано вот а здесь есть всякие кафешки есть кофейни оказалось что довольно таки сейчас похолодало буквально мы с сельпо купились вышли и все и холодно непонятно почему мы сейчас зайдем на наш любимый круассан возможно даже круассан и потом обязательно сделаем себе кофе и с этим кофем пойдем пройдемся наверняка или там поснимает непонятно как настроение будет потому что мочить и мы взяли салаты она говорит на потом покажу если до них дойдет дело ну мне кажется может и не дойдет раньше мы на вот этих вот столах аэрохоккей играли видите вот и есть аэрохоккей но сейчас мы не делаем эту штуку почему-то то ли дорого стало по моему дорого как-то смотрел там было что вот в аркадии дежит центральный типа как место развлечений просто клондайки 10 цены на все ломит в несколько раз дороже ну вот комната страха я в нее не осмеливаюсь попасть чтобы не нагонять на себя страха тем более на анну то что там могут дергать за руки по натуральному и за ноги будет ссыкать на общем то все это детки на карусели катаются пустая каруселька обычно один ребенок вот видите куда она хочет пробраться она хочет пробраться в львовскую маленькую вот это вот за куточек там же даже люди какие-то присутствуют и что-то там взять вот наши латы стоит она по 39 гривен и один амстердам 65 такой асан сельдию латы xxl здесь такой вот хитрая схема самообслуживания самая же интересная машина франки а 600 получается очень вкусно она готовит кофе если хорошее засыпать ну вот и пенка там очень такая плотная кого так что дают здесь стаканы такие вот но ты сами себе до свой 39 гривен набирайте а вот больше в городе не видел такой нигде схему но не нигде больше кроме центра и не было так что принципе истерпеть конечно же это можно и чем-то можно руки занять ну вот а с другой стороны сделайте тогда дешевле раз у нас самообслуживание и она пока я разглагольствует дожидается пока это все наберется и на станции всякими салфетками мы конечно же набираем все же хочется есть всякие там топпинг и так далее основная идея что все это есть но мы это и не насыпаем не накладываем потому что не особо хочется портить там вкус кофе чем-то дополнительно хотя они иногда бывает прикол и она этот самый посыпает чем-то может соленой карамелью может соленой карамелью вот видите в таких стаканчиках для письменных принадлежностей соль сахар и перец а двойных вот таких штук уже нет видите но придется эту четверную брать ну да ладно трубочки парочку вот мы их сюда мешалочки а мы в салфеточки все заворачиваем по по богатому и сахар хотите сколько хотите набирайте нот сахар все отдельно и потом можно развлекаться еще там на то это бы пересластишь ну что ты делаешь но не надо блин нажимать столько вот она себя делает кастомный напиток с карамелью вот она не хватает маленькие крышки ну и все вот так вот мы отоварили сейчас круассанчик возьмем и почапаем так мы выбрались на центр собственно аллеи здесь уже видно море как это клуб и биться там даже есть охрана смотреть чтобы они разнесли и мы соответственно можем или вниз спуститься вот а по такому пандусу или сверху посеять сверху есть и солнышко вы посмотрите сверху там она еще светит вот старый ресторан очень чем моей молодости он был сейчас он называется южная пальмира ресторана так и был 1905 год постройки а пару серий назад и показывал парк шевченко в котором в 1910 году была большая выставка техническая и не только а с этой стороны какая-то разруха там коты наверно живут и не только вот а здесь уже ветер дует и удивительно что на скамейке это солнце толком уже не попадает вот здесь смотрите это такая проходочка туда не сделали плитку есть хороший ремонт уже и вот это проходочка на трассу здоровья вдоль всяких кафешек ресторан то это был тоже клуб и так вероятнее всего и вот мы с вами пришли представляете прямо на место где дует так что капец вот здесь сильно дует внизу дует есть пустая скамейка ой здесь вот эти новый дизайн скамеечек поднимемся немножко обратно здесь вот не дует может если сядем и жирный кот смотрят тот который стоп приходит вот это вот смотри кошка ты еще и живая еще у него же глаз какой-то там это копал там что-то да вот так я уселся вот они рядом сидит наконец-то хорошо здесь маленький такой уголочек с не очень хорошим видом но зато здесь не дует вот такой вид а в море слева наши все покупки я еще взял на всякий случай в сельпо сельдь под шубой за 72 гривны упаковка получается 174 гривны килограмм сельди они а для нее взял салат нежность 179 гривен килограмм соответственно порция 57 28 получилось о что-то 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 с кросса на начал на меня уже брызгать там же масло и песто песто походу потекло сейчас буду его кушать и запивать латы поэтому всем приятного аппетита вот мой любимый пока что фаворит это круассан сельдию амстердам но такое видите там есть еще фито есть песто соус сельдь помидорка и этот самый и они слегка его подогревают пока мы дошли он остыл меня уже текут слюнки всем приятного аппетита вот так выглядит салат сельдь под шубой анин салат мне понравился там он пахнет ароматно там лучочек таксель под шубой похоже что есть кусочки сельди лучок хрустит хорошо сделали вот видно что сверху кусочек серой рыбки хорошо сделали короче я доволен этим сельпо все свеженькое она как те салат она сказала что дает добро я перевожу потому что не слышно быть давай раскрасим серый мир чтобы для нас он стал цветным наполнен ярких красок ты скажешь мне что я никто я сделаю тебе назло на все